Сто дней нового главы республики в вопросах и ответах. Сергей Меликов подвел своеобразные итоги первой сотни рабочих дней на встрече с прессой. И очень символично, что сегодня именно встреча с прессой и уже даже третья. Так что, надеюсь, все здесь изложенные вопросы сбудутся. Спасибо, что вы обратили на это внимание. Понимаете, вот эти сто дней, они, опять же, в благосфере кто-то там подгонял, а что он еще решений никаких не принял, а что он до сих пор никого не писал в тюрьму из чиновников. Мы не в этом делаем. На самом деле, с вашей помощью, искренне, конечно, с вашей помощью, с помощью общественных организаций, с помощью моих коллег, за этих сто дней едва-едва хватило для того, чтобы проанализировать ту ситуацию, которая сегодня есть в Дагестане. Поэтому я сегодня вам на этой пресс-конференции декларирую результаты своего анализа. Если вы со мной согласны, что этот анализ верит, значит, тогда я могу понимать, что мы идем по верному пути. Если требуется какое-то еще время для того, чтобы проанализировать, чтобы не пойти, опять же, по дороге, которая идет никуда, да, тогда, наверное, в этом отношении буду благодарен вам за подсказки. Мэр говорит, посещение главной площади столицы после реконструкции выросло аж в 200 раз. Подробности встречи с градоначальником в выпуске. Наркотикам бой! По следам резонансной трагедии глава Дагестана провел заседание антинаркотической комиссии. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ и я, Мурад Ахмир. Новые люди Нового года. В нашей республике в первую неделю января родилось 823 ребенка. А в новогоднюю ночь в Дагестане на свет появилось 67 мальчиков и 50 девочек. Всего же в мире 1 января родилось более 370 тысяч детей. Больше всего – почти 60 тысяч в Индии. Также в лидерах Китай, Нигерия, Пакистан и Индонезия. А в России в первый день Нового года появилось на свет почти 5 тысяч детей. В преддверии Дня Российской Печати Сергей Меликов встретился с журналистами. Импровизированная пресс-конференция совпала с круглой датой. Исполнилось 100 дней, как генерал заступил на пост главы республики. Это уже третья большая встреча с прессой за этот период. Прозвучал на встрече и вопрос от ННТ. В очередь одной из ресурсоснообщающих организаций, если не сказать толпа с масками и без масок, все у нас осовременивается, но какие-то сферы неизбежно головолом превращаются. В том числе вот это. Тарифы растут, я знаю, и по нашей редакции, и по квартире. Как они регулируются, уже не очень понятно. И потом в этой сфере, конечно, огромное количество проблем. Как планируется в этой сфере решать вопросы во многих регионах? Это единая квитанция какая-то есть, по которой люди платят. А у нас вынуждены ходить по этим конторам, которые так рогают на пустостапа бендера, некоторые лопаются, и потом понятно, что делать. То, о чем вы сказали, это проблема, на самом деле, для всего Дагестана, я бы сказал, первоочередная. И поэтому я для себя тоже ее определил как первоочередную. Земля, водоснабжение, водоотведение, вода, газ, свет. Вот. Это вещи, которые сегодня мы просто обязаны принять, немедленно принять какие-то решения. Еще раз повторяю, они настолько запущены, что мы их в течение этого года не решим. Но решать их надо. Конечно, народ скажет, за что я должен платить-то еще больше? За то, что у меня не было, или за то, что у меня не будет? И тут наступает необратимый процесс, то есть наступает замкнутый круг. Он уже давно наступил, лет, может, 10, а может, 15 назад. Когда организация, которая, в свою очередь, уже несколько раз перекупила собственность на ту или иную сферу деятельности, не может эксплуатировать и содержать, ну, допустим, сети, потому что у нее на это не хватает денег. А люди, которые не получают от этой организации должного качества услуг, свет это или газ, не хотят платить тариф тот, который позволил бы эти сети отремонтировать. Вы понимаете, мы сегодня в такой тупиковой, в патовой ситуации. У нас получается, что мы на старом оборудовании, на старых каких-то вещах пытаемся оказать современные услуги населению и еще и получить с них согласие на увеличение тарифов. Так не бывает. Мы говорим, давайте мы сначала покажем хотя бы где-то, может быть, в каком-то районе, к чему приводит эффективное управление газовой сферой, и тогда, возможно, мы людей убедим в том, что их деньги, которые они вкладываются, они будут не в карман, там, счетчику, откладываться, да, а будут откладываться для того, чтобы эта система совершенствовалась дальше, у вас было бесперебойное снабжение газа. Я предполагаю уже, как говорится, под своим руководством собрать и тех, и тех, и других, кто еще является энергоснабжающими или теплоснабжающими организациями, и организовать уже работу, получив определенные, и достигнув определенных соглашений с руководством федеральной госкорпорации, уже здесь выстроить работу так, чтобы у нас все эти вещи были консолидированы внутри Дагестана. В центре внимания главы Дагестана множество тем. Формирование нового состава правительства, нехватка кадров для национальных СМИ, земельные и экологические вопросы и также многое другое. Обсуждали злободневные проблемы открыто и без купюр. Подробнее о встрече моя коллега Патимат Ханапова. Разговор в Рио главы республики с журналистами прошел традиционно в формате вопрос-ответ. Была затронута тема формирования правительства региона и подбора необходимых кадров. Здесь Сергей Меликов дал понять, что состав пока не окончательный и изменения грядут. А какие станет ясно до конца февраля. Те, кто сегодня не показал себя, те, кто не решил задачи, которые не просто перед вами стояли, а которые настолько острыми являются проблемами, что о них говорят все, кто угодно, и тем не менее проблемы остаются, ну тогда давайте расставаться. Что касается подбора, действительно я скажу, что кадровый резерв, мягко говоря, не богат. Может быть, он не богат по тем принципам, по которым я подхожу к реализации этого кадрового резерва. Не обошли вниманием и проблемы, с которыми сталкиваются журналисты. Редактор газеты «Ёлдаш» Рустам Джалаков рассказал о нехватке профессиональных кадров для национальных СМИ. Вопрос надо проработать, отметил в Рио главы региона, так как касается он не только газет и журналов, а в целом сохранение идентичности народов Дагестана в периодике. Ну, здесь ответ очевиден, только за счет создания резервов этих кадров посредством подготовки в наших вузах. У нас достаточное количество вузов, на самом деле. Наверное, нужно переформатировать их работу, нужно учесть потребность. С одной стороны, вопрос очень простой, с другой стороны, он на самом деле требует очень серьезного подхода, потому что, раз вы говорите о дефиците, то, наверное, этот дефицит, он уже образовался. Если раньше какая-то база была, может быть, за счет тех людей, которые даже еще в советское время получали образование, то сегодня я чувствую, что эта проблема существует. Поговорили и о республиканских долгах за энергоресурсы, а также про рост тарифов за услуги ЖКХ. По словам Сергея Меликова, в этом направлении круг замкнутый. Профильные организации не могут эксплуатировать и содержать сети из-за нехватки денег. Люди, в свою очередь, не получающие услугу должного качества, не хотят платить тот тариф, который позволил бы эти сети отремонтировать. Вопрос пока остается на повестке дня. Еще раз повторяю, они настолько запущены, что мы их в течение этого года не решим. Но решать их надо на сегодняшний день. Уже около 3 миллиарда будет вложено в газификацию Дагестана в 2021 году. Руководитель республики ответил на другие не менее актуальные вопросы журналистов. По его словам, встречи, не последние, и общение с прессой в подобном формате будет проводиться ежеквартально. Завершилась встреча награждением отличившихся журналистов благодарственными письмами и грамотами. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. В Дагестане зарегистрировано более 200 печатных изданий, среди которых особое место занимает пресса на национальных языках. Продолжит тему Карим Даниев. Литературный Дагестан – самый первый журнал не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Более 100 лет на его страницах выходят лучшие произведения дагестанских писателей. Сегодня, в век глобализации цифровых технологий, редакторы пытаются вернуть читателя к печати. Мы говорим о каждом человеке, о народе, о своей стране. Мы развиваем любовь. В семье должна расти и любовь к языку, и традициям, и родине. Не менее важную роль в сохранении национальной идентичности Дагестана играют детские печатные издания. Без внимания не осталось и подрастающее поколение. В 1981 году по инициативе Расула Гамзатова был основан литературный журнал «Соколенок». Сегодня журнал выходит на восьми национальных языках. Журнал у нас очень красочный, работают художники, хорошие художники, которые еще со времен Советского Союза остались. Спасибо им тоже. Редактора все у нас, народные поэты, писатели, заслуженные работники. Мы в наших журналах издаем материалы о детях, для детей, и произведения, которые сами дети тоже пишут. Потому что у нас есть такие маленькие читатели, наше подрастающее поколение, которые пишут на родных языках, которые рисуют, потому что их рисунки тоже мы издаем на страницах нашего журнала. И мы пишем, мы издаем произведения наших поэтов-писателей воспитательного, педагогического характера. Журнал «Соколенок» сегодня читает каждый школьник республики. Именно такие печатные издания помогают сохранить самобытность народов Дагестана. Скажу, что именно благодаря поэтам-писателям мы сохранили то, что мы сейчас имеем, наши адаты, наши обычаи, нашу культуру, нашу литературу. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкола. Накануне в Рио главы Дагестана Сергей Меликов провел внеочередное заседание антинаркотической комиссии. Участие в нем приняли также руководители правоохранительных структур, министерств и главы муниципалитетов. Поводом для проведения заседания послужила трагедия, произошедшая накануне в поселке Тарки. Подробнее в нашем следующем сюжете. Они выли, опять же, обращаясь ко многим грязным блогерам, я хочу сказать, спровоцировали последующий сход, который потом перерос в драку. Наживаются на чужом горе. Сергей Меликов раскритиковал действия инстаграм-страниц. Речь о трагедии в поселке Тарки. Рио глава считает, ситуацию необходимо решить действиями, а не заниматься провокацией. Очень легко с дивана оценивать ситуацию, которая происходит. Очень тяжело брать на себя ответственность, особенно когда эта ответственность сопряжена с ответственностью за жизнь и здоровье людей. Руководитель региона продолжает. В Дагестане плохо борются и с распространением наркотиков. Не слажена работа и, как следствие, нет результатов. Так называемые барыги продолжают пропаганду наркотических средств, используют современные технологии. В ходе поездок по городам можно встретить нанесенные на стены криптографические надписи, которые являются маячками для наркозакладок. Бороться с пропагандой наркотиков Сергей Меликов призывает и общественные объединения, религиозная организация, а также добровольцев. Политик предлагает организовать горячие линии. Это для того, чтобы установить прямую связь с жителями республики. Алина Багилова, Муса Салгиреев, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТ Махачкала. На неделе руководитель республики с рабочим визитом посетил Хасавюрт. Сергей Меликов осмотрел ряд социально значимых объектов, встретился с руководством города и возложил цветы к мемориальному комплексу «Холм героев». Подробнее в материале моих коллег. Это первая официальная рабочая поездка Сергея Меликов в Хасавюрт в качестве врии главы Дагестана. Текстильная фабрика «Лавантель» – крупный промышленный комплекс в Хасавюрте. Сергей Меликов познакомился с его работой и дал свою оценку производства. Хотелось бы, конечно, на сегодняшний день, о чем мы сейчас говорили, изучив рынок и потребности, вот такую фабрику и такое производство оставить на уровне конкурентноспособности и на уровне возможности дальнейшего развития. Именно такое производство сегодня нужно развивать. И, конечно, помощь со стороны региональных властей должна заключаться в том, чтобы давать наиболее приемлемые условия создавать, в том числе наличием земли, наличием инфраструктуры, наличием экономической поддержки, особенно на этапе развития этого бизнеса. Мы, думаю, по итогам сегодняшней поездки с Батаремеевичем проговорим, может быть, подобные фабрики, я не говорю, что именно такие, они будут являться основой развития промышленности Дагестана. Фабрика запустила свое производство более 20 лет назад. Сейчас здесь работает более 100 специалистов. Продукцию реализуют не только в России, но и на территории СНГ. В начале пандемии коронавируса фабрика помогла медучреждениям Дагестана. В период пандемии мы выполняли костюмы противочумные операционные халаты, комбинезоны. Более 3000 единиц за период 25 рабочих дней. В Рио главы Дагестана также осмотрел городской парк и постил мемориальный комплекс «Холм героев». Он возложил цветы к вечному огню памяти героев Великой Отечественной войны, а также у памятника медицинским работникам, погибшим в борьбе с коронавирусом. Понимая этого, Сергей Меликов пообщался с воинами-интернационалистами, и провел встречу в администрации Хасаверта. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Хасаверт. В рейтинге городов России с высоким качеством жизни Махачкала заняла 27 место. Об этом сообщает Финансовый университет при правительстве России. Исследование проводилось на основе отзывов самих россиян на разных городах. Основными критериями при составлении рейтинга были уровень криминала, конфликтность, интерес к культуре, склонность к миграции, а также уровень доходов населения, качество городской инфраструктуры и управления. Столица Дагестана поднялась сразу на 50 строчек по сравнению с прошлым годом, когда занимало 75 место. Самый высокий уровень качества жизни в Москве, Санкт-Петербурге и Грозном. Наихудшими для проживания стали Хабаровск, Кемерово и Барнаул. В день российской печати Салман Дадаев встретился с журналистами. Градоначальник подвел итоги прошедшего года и говорил о планах на будущее. Запоминающихся событий было немало. Это и ремонт дорог, и реконструкция площади, и преображение городской среды. Глава города также поблагодарил журналистов и за объективную критику. Мэр отметил, что благодаря прессе махачкалинцы имеют возможность узнавать о позитивных изменениях, происходящих в городе, а администрация корректировать цели и задачи. Лучше быть дворником и наводить чистоту в городе, чем разводить грязь информационную. Там, где от вас идет именно объективная подача информации, там, где от вас идет объективная критика. Я сам это как критику не воспринимаю, и коллегам даю все время понять, что это у них неправильное внутреннее отношение. Если они не упоминают внутреннее отношение к этому, они только будут благодарны за готовый продукт. В ходе разговора мэр столицы рассказал о своем видении и развитии города. В частности, говорили о благоустройстве Махачкалы, ее социально-экономическом развитии и сфере образования. В завершение встречи градоначальник вручил благодарственные письма руководителям и сотрудникам ряда изданий и телеканалов за активное информационное сопровождение деятельности администрации Махачкалы. Территорию озера Акгер спасли от надвигающейся застройки. Образование восьми земельных участков на территории столичного озера Ленинским районным судом признано незаконным. Такого решения удалось добиться благодаря работе активистов общественного движения «Город наш». Эти участки стали лакомым кусочком для коммерсантов, которые уже приготовились их застраивать торговыми центрами и многоэтажными домами. Но, к счастью, для горожан выяснилось, что формирование земельных участков в границах акватории озера Агер и его береговой полосы незаконно и нарушает право на благоприятную окружающую среду. Подобная застройка нарушает экологическое законодательство. Дагестан стал лидером внутреннего туризма в 2020 году. Об этом заявили в Ростуризме. На фоне пандемии COVID-19, послужившей причиной для закрытия границ и многих туристических маршрутов, наша республика стала более привлекательной для российских и зарубежных туристов. Гостей привлекают невысокие расходы на поездку в Дагестан и обилие исторических и природных памятников. Ну и, конечно же, неподражаемая дагестанская кухня. От кумыкских тостаров до кайтакской вышивки в Махачкале в зале Дома художников прошла выставка «Родники Дагестана». В экспозиции представлено около 150 изделий мастеров народных промыслов. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Ханбабаева. Кайтакская золотая вышивка кружевоплетения и лоскутное шитье. Эти изделия неоднократно выставлялись на самых разных фестивалях и ярмарках. Здесь представлены работы 48 лучших мастеров Дагестана. Что касается сегодняшней выставки, она, конечно, по-своему интересна и необычна, потому что мы как бы с одной стороны подводим итоги года прошедшего, с другой стороны мы эту выставку мастеров Дагестана посвящаем столетию Дагестана. Выставка продлится до 30 января. Принять участие может любой желающий. Здесь народные мельцы будут не только представлять готовые изделия, но и проводить мастер-классы. Интерес к народным промыслам растет, говорят мастера. На подарок берут, на свадьбу подевают, на юбилей, день рождения сейчас покупают, даже за границей в Москве. Германия, Италия. Всему можно научиться, тем более мы дагестанцы, они почти все крови уже мастера. Среди произведений можно встретить как живописные горные пейзажи, так и натюрморты и портреты. На некоторые своих работ, по словам художников, они потратили всего пару часов, а вот на другие уходили месяцы. Мне очень нравится в своих интернерах применять какие-то элементы ручной работы. Я обратила внимание и на габирин, и на габирин. Потому что то, что создано руками, это особая энергетика, и ни одна машина, она не может передать ту энергетику, которая создается мастерами. Мотивы элементы народных промыслов становятся популярнее с каждым годом. Даже современные художники и дизайнеры применяют их в своих работах. Наталья Ханбабаева, Муса Салтгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Готовы ли Махачкала к сюрпризам природы? Прогноз на ближайшие дни пугает довольно сильными морозами, от минус 10 до минус 15. При такой температуре городским службам придется работать почти в экстремальном режиме. Способна ли столица встретить очередные капризы погоды во всеоружии? Расскажет Патимат Ханапова. Для столицы республики любая непогода это испытание. И вот снова прогнозы синоптиков неутешительные. С понедельника в Дагестане наступят морозы, которые всегда становятся проверкой на прочность для коммунальных служб и пыткой для жителей. При прохождении территории Дагестана температура понизится, осадки будут подозвиваться. В частности ожидаем приморских зонах при прохождении фронта температуры ночью до минус 8 до 10. В мэрии сообщают, что к заморозкам они готовы. Коммунальщики уже подготовили спецтехнику. Есть наличие и запас антигололедных средств. 60 тонн реагентов, 1500 кубов песка и 187 тонн соли. Я думаю, что в принципе подготовка у нас идет в таком неплохом хорошем режиме. Также подрядные организации, как я ранее говорил, действительно оказались содействием по уборке снега с городских улиц и также обещают повторно помочь. Работа вроде бы слажена, нормально идет подготовка. Насколько подготовка была эффективной, покажет время. Однако важно помнить, что надеяться стоит не только на коммунальщиков, но и самим быть бдительными и ответственными во время непогоды. Например, нередко водители неправильно оценив обстановку выезжают в гололед на летней резине, тем самым подвигая риску себя и других. А пока одно точно радует. Зима вступит в свои права ненадолго. Столь низкая температура в столице продержится всего несколько дней. По тематам Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok